Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки. Следователи считают, что он получил более 31 миллиона рублей за помощь в получении государственных контрактов на постановку в область лекарств, прежде всего от коронавируса. Силовики обыскали дом губернатора и нашли там полмиллиарда рублей наличными, дорогие часы и драгоценности. Чем запомнился опальный губернатор и в чем его обвиняют, расскажет мой коллега Виталий Поляков, он сейчас в нашей студии. Виталий, чем примечателен арест Белозерцева? Юля, привет. Можно сказать, что в России стартовал новый сезон сериала под названием «Губернаторы-взяточники». Белозерцев – это первый глава региона, которого задержали и уже арестовали на два месяца в новом 2021 году. Вообще по этому делу задержаны шестеро человек, в их числе и бывший сенатор Борис Шпигель. Сейчас он руководит группой фармацевтических компаний «Биотек». Он, по версии МВД, договорился с губернатором, что его фирмы получат крупные госконтракты на поставку лекарств от коронавируса. Таким образом, Белозерцев обогатился на пандемии более чем на 31 миллион рублей. Взятки ему передавали через посредников, в том числе водителей московского представительства Пензенской области, считают следователи. По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармацея» взятки через посредников на сумму более 31 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал группе компаний «Биотек» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Ну и в доме Белозерцева обнаружили драгоценности, дорогие часы, другие предметы роскоши и пачки с наличными – полмиллиарда рублей. Не факт, что все это богатство относится к уголовному делу, но кадры обысков только убеждают зрителей, что эти деньги нажиты трудом неправедным. В официальной декларации о доходах губернаторов всего 5 миллионов 288 тысяч рублей в год. Чтобы скопить всю эту наличность, полмиллиарда, главе Пензенской области надо было руководить вот этой областью 100 лет. Ну а кто же такой этот подпольный миллионер Белозерцев? Одно, он до неприличия типичный российский губернатор. В прошлом комсомолец, теперь верующий. В кабинете за правым плечом портрет Путина, за левым иконы в гараже традиционная советская классика «Жигули» первой модели в кармане, партийный билет «Единой России». 20 лет в большой политике сначала был спикером Пензенского парламента, с 2015 года губернатор. И рассуждает он как типичный представитель системы. Во всех грехах винит Запад и англосаксов, как, например, в 2019 году во время конфликта в селе Чемодановка. К большому сожалению, Америка, Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, и которые, они есть в каждом регионе, они есть и у нас, которые, там, не решить проблему, найти законное решение, дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать о том, что многие фейковые, не ложные, да, спасибо, ложную информацию загоняют сюда. Ну, теперь-то за Белозерцевым пришли наши родные росгвардейцы, хоть в этот раз обошлось без провокаций. При этом, если судить по результатам выборов, то Белозерцев – любимый народом лидер. Полгода назад он переизбрался на второй срок с результатом в 78%, и во многом благодаря поддержке Кремля и лично президента. За месяц до губернаторских выборов Путин хвалил Белозерцева, как говорится, через все телевизоры Пензенской области. Вот, что он говорил всего полгода назад. Так что, Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы, людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области. Ну, теперь-то от высокого рейтинга Белозерцева не осталось и следа. Хотя в родной Пензенской области давно говорят, что семья губернатора живет на широкую ногу. Сыновья главы региона – подозрительно успешные предприниматели, причем в самых разных сферах. СМИ сообщают, что у них даже похоронный бизнес есть. А самого Белозерцева обвиняли даже в захвате дороги. За счет нее он расширил территорию своего коттеджа. Дело в том, что этот губернаторский забор залез на проезжую часть и добавил к придомовому участку несколько квадратных метров. Раньше дорога здесь была прямая, а теперь ее пришлось пустить зигзагом. Само собой, это возмутительно. Никто не имеет права так делать, а уж тем более губернатор. Белозерцев – очередной губернатор, которого задержали за взятки и превышение должностных полномочий. Раньше были Михаил Мень, Павел Коньков, Александр Винников, Леонид Маркелов, Александр Хорошавин, Вячеслав Гейзер и многие-многие другие. В основном это единороссы. Такие дела, помимо прочего, имеют и важный пропагандистский эффект. Показать, что государство борется с коррупцией и может взять самых высокопоставленных чиновников. А сейчас это особенно важно, впереди выборы. Правда, политологи считают, что эффект с каждым новым, проворовавшимся губернатором все меньше. Каждое подобное дело лишь доказывает, что система просто не в состоянии справиться с все нарастающей коррупцией. Мы уже видели и полковников-миллиардеров, и квартиры, набитые наличкой, и алмазные ручки у губернаторов. То есть чем-то удивить уже невозможно. Ну, мне кажется, что это вот так. Ну, так сказать, некоторая равнодушие. Ну, еще одного посадили. Ну, да. Я думаю, что это как такой проходной. То есть какого-то поворотного момента, что кто-то стрепенется и скажет, что наконец-то начали бороться, такого нет, не будет. Ну, еще вот такие посадки подкармливают идею, что бояре плохие, но царь хороший. При том, что царь уходить не собирается, ему нужны новые жертвы, а значит, Белозерский пошел на выход следующему губернатору приготовиться. На этом у меня все. Это был Виталий Поляков. О задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за взятку в 31 миллион рублей, по версии следствия, глава региона лоббировал интерес одного из крупнейших поставщиков лекарств.